Уничтожить и чтобы кто-то начал заниматься вообще-то жизнедеятельностью, нормальной человеческой жизни. 9 месяцев травили этого парня. И в конечном счете, ну не под суд, а так, мы сняли его. Единая Россия через свою Думу. Она на вторую неделю уже проводила заседание о недоверии избранном главе администрации. На вторую неделю уже. И 9 месяцев каждый месяц проводила Дума и принимала решение о недоверии избранном. Но глава почему держался? Вот так, Илья, я тебе просто отвечаю на вопрос. Мы сразу сделали, понимая, что ситуация иллюзий не бывает, и власть так просто оппозиционер не допустит в власти. Мы создали при нем общественный совет самоуправления. То есть он собрал первый месяц сход поселка, ну никогда там столько не собиралось, весь зал был забит полностью, ну человек 600, может 700. И они избрали 13 человек общественный совет самоуправления. И альтернатива пошла этой же Думе Едино-Россовской и всем процессам, которые там диктовали сверху по вертикали власти. И закрутили, закрутили такой механизм, альтернатива, что остановить они не могли. Сняли главу, до сегодняшнего дня этот общественный совет продолжает работать. Он им покоя не дает. Спасли предприятие, заставили работать предприятие Эликур. Заставили. Впервые собственник сам лично отдал акцию со своего предприятия. Рабочие им заставили поселок. Ну, градообразующий предприятие. Я могу еще несколько моментов таких рассказать. Но еще один момент я хотел бы отметить. Вот специально демонстрировал ситуацию о том ничтожестве, которое представляет сегодняшний адрес. Я как депутат взял, начал баллотироваться в Юрянский район. И сделал заявление о том, что сниму себе полномочия, но я иду, чтобы стать главой Юрянского района. То есть через выборы депутата пойду на то, чтобы снять полномочия, стану депутатом районной думы и стану главой района. Интересная вещь. По всему поселку, где я опять же избирался в Горыгина, 72 человека с выездными этими, позже умеют голосовать, там больные и так далее. Из них 64 по моему округу, для того, чтобы только я не мог набрать голоса. 64. Это манипуляции, махинации и так далее. Второй делаю заезд. Объявляю о том, что пойду в городскую думу, я заканчиваю, в городскую думу. Это нижегородцы, я хочу поддержать вашу идею, что у вас здесь действительно клад, ободавление любого начинания, движения народа к самосознанию. Значит, второй раз делаю зачин и объявляю о том, что пойду в городскую думу города, чтобы стать городом Керва, главой. Ни одной подписи не засчитали, вызвали всю юридическую группу из Нижнего Новгорода. Ни одной подписи не засчитали, юристов ввели в избирательную комиссию, ваших отсюда, с Нижнего Новгорода. И все сделали для того, чтобы это стало невозможно. Мы отлично понимали и понимаем, что вот это все сделать законным путем, ну не дадут, невозможно это сделать. И на сегодняшний день, вот эта протестная борьба, и Илья Яковлев тоже выступал в этом вопросе, да. Что произошло сегодня в Киеве? Сегодня от них начали создаваться самостоятельные движения. Движения по защите, вернее, по спасению и развитию парка-мемориала Дворец Пионеров. Там захват идет территории. Объединились 5 тысяч человек, население в округе. Создали этот комитет спасения. Параллельно идет Ассоциация защиты прав малого бизнеса. Объединила более тысячи предпринимателей, которые подавляют. Параллельно объединились граждане кооператива, 22 граждане кооператива, более 5 тысяч автомобилистов. И на митинге объявили этот митинг с народным сходом, и вот эти три группы объявили свои руководящие органы общественным советом самоуправления. 1 мая народный сход будет. Они уже первую сессию провели как параллельный элемент по контролю за действиями власти. И установили ультиматум, что если требования народные не будут выполняться, то дальше будут последующие шаги. Вот на следующей неделе будет уже вторая сессия. На мой взгляд, вот эти расти гражданского общества, хотя я коммунист, да, я левый радикальный коммунист, абсолютно. Но я считаю на сегодняшний день, самая главная задача, это бороться за восстановление буржуазной демократии. Парадокс в этом. А с этого дальше уже двигаться за революцию, о чем здесь стесняются говорить. Как учили классики. Да, да, да. Совершенно логично. Но людей поднимать надо, и они идут, и зря мы говорим, это просто мы вот здесь сидим и говорим, да, вот они такие плохие люди. Да нормальные люди, просто надо с ними находиться вместе и все время их шевелить. И сказать, что если вам надо, то и мы вам поможем. Если вам не надо, мы вам помогать не будем. Спасибо огромное, Валентин. Спасибо. Октябрь, с переводом всегда присядствуют врачи, да? Конечно, правильно. Правильно. А вы разве не этим путем шли в 90-е годы? Я призываю все-таки. Вернуть дискуссию в...